Восстание Спартака Всего каких-то 40 лет назад наша улица и наш двор, как и весь Киев, утопали в зелени парков и садов. Нашим мамам не надо было ходить на базар за фруктами и ягодами. Сотни фруктовых деревьев, ягодных кустов в каждом дворе. Воду пили из крана, летом ходили босиком. На улицу мама выпустила меня одного, когда мне было три года. Сейчас дома и автомобили. И много того, о чем не хочется говорить. Мой мешок не поможет. Но все же я пытаюсь своими работами вызывать у людей положительные эмоции. К сожалению, мне не пришлось учиться ни в художественной школе, ни в художественном институте. И я не владею профессиональными приемами изображения окружающего мира. Художник-профессионал, управляя мышцами лица создаваемого образа, изгибая его позвоночник, вращая суставы конечностей, и зная, как при этом будет вести себя кожа, ткани и одежда, решает любую задачу. Я тоже стараюсь сделать своих персонажей живыми. И иногда, как мне кажется, это удается. Как это происходит? Что значит стараюсь? Сижу и кряхчу? Напрягаю мышцы, сдавливая в руке инструмент? Меряю штангенциркулем ширину улыбки фигуры и сравниваю со своей? Самое смешное, что все это имеет место, но не приводит к желаемому результату. Небольшое отступление. В школе и в институте часто рисовал плакаты, писал объявления, оформлял стенгазеты. До этой работы я освоил несколько несложных шрифтов. В одном из них буквы О, С, Ю строились на правильной окружности. Однажды я обратил внимание на то, что когда я хочу начертить окружность от руки, это дается с большим трудом, приходится проводить несколько тонких линий, а затем уже наводить начисто. А вот в текстах, написанных мною вышеупомянутым шрифтом, все буквы О за очень редкими исключениями можно было проверять циркулем. А ведь написаны они сходу. Достаточно было подумать, что я рисую не окружность, а букву О, и все получалось. Разгадка была очень проста. Шрифт задавал букве характер. Это уже было не геометрическое место точек, равноостоящих от центра, а существо. Круглое существо. Теперь вернемся к работе. Когда я не кряхчу и ничего не меряю, а просто думаю о том характере, который хочу показать, наверное, в это время я сам выгляжу так же. Получается. Интересно, что как только в заготовке вырисовываются первые черты моего героя, он начинает со мной разговаривать, предъявлять претензии, хвалить меня, спорить. Персонажи бывают очень упрямы. Если вдруг я решаю, что он должен иметь другое выражение лица, мы не всегда приходим к соглашению, вплоть до порчи фигуры. Вытяжка, с которой я начал эту главу, заставляет работать быстро. Вынутый из полиэтилена и очищенный на торцах от консервации кусок бивня, особенно крупный, с одной стороны обдуваемый холодным воздухом вытяжки, с другой нагреваемый фрезой, находится в экстремальных условиях. Чем быстрее с него будет снято все лишнее, а вместе с этим и внутреннее напряжение, тем больше шансов уберечь бивень от растрескивания. Но есть моменты, где спешить нельзя. Это те лекальные линии тел и предметов, которые, как слова в хорошей песне, как фигуры в шахматной задаче, не могут быть заменены или переставлены. Линии, которые должны лечь так и только так для достижения максимальной выразительности. Тут требуется время и внимание. Правда, внимание здесь так же условно, как и старание в работе с лицами. Спешить действительно нельзя. Но если меня спросят, что же нужно все же внимательно делать, я запутаюсь и ответ не состоится. Я часто ловил себя на том, что во время работы думаю о чем-то постороннем. И вдруг вижу, что тот элемент, которым занимались мои руки, сделан. Более того, он сделан правильнее и лучше, чем его сделал бы я. Хорошо, что никто не видел и не знает, что мне помогли. Кто помог? Ведь делал я. На самом деле, мне еще очень далеко до того уровня, когда ты играешь, не глядя на клавиши, а думая о наилучшем воплощении темы. Нет, я просто невольно подчиняюсь кому-то, кто водит в эти ответственнейшие моменты моими руками. Я где-то слышал такое стихотворение. Кто автор, не знаю. Бывают крылья у художника, портного и железнодорожника, но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так, из ничего и ниоткуда. Нет объяснения у чуда. И я на это не мастак. Откровенно говоря, меня это не устраивает. Я хочу сам научиться играть, не глядя на клавиатуру, если почувствую, что не приближаюсь к этому, сменю работу, так как стремиться нужно быть лучшим в своем деле, иначе нет смысла. Никто не знает, в чем главный смысл. Но думаю, что развитие, познание – его неотъемлемые составляющие. Некоторое время я сотрудничал с фирмой, которая, по словам ее директора, пыталась возродить стиль арт-деко. Если пустить в ход тяжеловесную терминологию искусствоведов, называть фамилии архитекторов и художников, жанры и стили, в которых я сам не разбираюсь, вряд ли мне удастся объяснить, а главное – понять самому, что это такое. Монументальная, утяжеленная форма с изощренным украшательством. Так пишут в энциклопедиях. Совмещение несовместимого, так говорят специалисты. Сегодня термин арт-деко стал синонимом эффектности, пишут искусствоведы. В общем, арт-деко остается загадкой. Одно я понял почти наверняка. В арт-деко ничего не канонизировано. И если нужно вернуть модное словечко для обозначения сферы твоего творчества, арт-деко встретит тебя с распростертыми объятиями. Думаю, для художника все равно, как называется стиль, в котором он работает, но коммерческой структуре, очевидно, это необходимо. В фирме ориентировались на работы Фаберже и скульптуры европейских мастеров 30-50-х годов XX века. Отличие нашего, так сказать, арт-деко в кости от того, что было в 30-50-е годы, когда стыковался металл и детали тела оголенного делались из кости слона. Но потом слон стал как бы муветон для коллекционеров в связи с движением Greenpeace. И люди пришли к бивню мамонта. Вот отличие бивня мамонта от слона в том, что очень богатая палитра красок. И мы совмещаем мамонт с мамонтом, а металлом только декорируем. Драгоценный материал, бриллианты, они занимают очень скромное место в всей композиции. Это просто декорация. Вот этот кусочек мамонта цветной, из него делались руки и ноги. В самом куске уже идет изменение цвета. От светло-коричневого до средне-коричневого. А вообще гамма цветов от белого до шоколадного, даже темно-шоколадного цвета, настолько большая, что, наверное, вторую партию уже сделать не удастся. Для того, чтобы подобрать для всех фигур конечности в цвет, это очень сложно. Поэтому даже вот одну фигуру пришлось сделать сборной из темного мамонта бороду и светлого мамонта лицо. Вот в этом, так сказать, исключительность этой партии, так как здесь ничего не покрашено. И для того, чтобы попасть в цвет, нельзя употреблять какую-то химию. Таких кусков в природе очень мало. К сожалению, к счастью, не знаю. Может быть, к счастью, потому что партия становится уникальной. Вот в этом и сложность, и, так сказать, эксклюзивно. Шахматы Восстания Спартака выполнены в технике сочетания фрагментов бивня контрастных цветов с другими благородными материалами. Черным деревом, перламутром, золотом. Не знаю, арт-деко это или что-то другое, но скажу честно, делаю я это для того, чтобы не было скучно. Субтитры создавал DimaTorzok